друзья всем привет сегодня 16 февраля 2021 года начинаем подготовку к сегодняшней торговой сессии посмотрим какие были изменения вчера в понедельник какие уровни отработаны и какие новые уровни появились в нашем торговом плане так давайте приступим вчера в понедельник были отработаны часовые уровни покупок по акциям а уроса мосэнерго и дневной уровень по и тф на золото по акциям а уроса вчера был отработан часовой уровень покупок 103 0 1 и на данный момент у нас остается ближайший актуально для покупок уровень это часа и часовик 100 целых пятьдесят четыре сотых динамика по данному активу пока у нас в фазе коррекция бумага находится поскольку мы ранее отбились от верхней границы восходящего дневного канала сейчас это коррекция пока еще на мой взгляд не завершена поэтому снижение возможно и вот эти уровни которые я обозначил 154 он актуально поскольку его могут дать ближайшее время в целом у нас динамика по данному инструменту восходящая мы находимся в среднесрочном восходящем тренде ключевая поддержка сформирована на отметке 51 0 1 независимо от того что будет снижение это снижение на мой взгляд нужно выкупать в целях удержания долгосрочного своих портфелях далее также у нас вчера произошли изменения по акциям мост энерго у нас было отработано два часовика это 2015 и 208 75 на текущий момент у нас ближайший актуальный уровень для покупок находится на отметке 20 265 это часовик среднесрочная бумага торгуется до сих пор в нисходящем тренде ключевое сопротивление на отметке 2 21 50 свидетельствует о том что пока цена торгуется ниже данного ключевого сопротивления давление на бумагу может продолжиться на внутридневном таймфрейме мы также наблюдаем перекупленность по данному инструменту поскольку цена торгуется у средней линии нисходящего внутридневного канала тем не менее после завершения технической коррекции к средней линии я не исключаю что мы можем возобновить восходящее движение через пробой ключевого сопротивления 2 2150 в случае пробоя сопротивления ближайшая цель это два с половиной далее также у нас вчера был отработан дневной уровень по золоту в моем портфеле я набираю etf на золото в компания finox управляющей компанией фонд finox они покупают физическое золото начиная с этого года поэтому в принципе этот etf он интересен на долгосрок поскольку это не синтетика не искусственные какие-то инструменты они покупают а именно физическое золото поэтому на долгосрок держателя этот etf в принципе целесообразно и вчера у нас был отработан дневной уровень 901 на текущий момент на данном уровне можно было набирать 20 процентов и сейчас ниже ниже уже очень низко у нас находится следующий уровень это 783 также дневной новых уровней нет мы продолжаем торговаться среднесрочно в нисходящем тренде ключевое сопротивление сформировано на отметке девятьсот девяносто цена тестирует нижнюю границу восходящего дневного канала то есть мы наблюдаем плавное сужение в треугольнике и в последующем я не исключаю что отбившись от нижней границы восходящего дневного канала мы можем увидеть выход наверх через пробой ключевого сопротивления 990 также вчера у нас было сформировано очень много часовиков новых поэтому давайте посмотрим по порядку порядка 19 уровня у нас вчера было новых поэтому давайте посмотрим первая акция по которой произошли изменения это окрон был сформирован новый часовой уровень покупок 59 56 на данный момент бумага продолжает техническую коррекцию в направлении нижней границы не сходить восходящего дневного канала тем не менее нужно учитывать что это коррекция внутри среднесрочного восходящего тренда так как ключевая поддержка находится на отметке 52 45 тысяч 246 все что выше данной ключевой поддержки на мой взгляд любое снижение это всего лишь техническая коррекция в рамках среднесрочного восходящего тренда далее вчера у нас был сформирован новый часовой уровень покупок по акциям по долговым распискам global trans мы сформировали новый часовой уровень покупок 495 45 на данном уровне рекомендую рассматривать покупки не более пяти процентов среднесрочном и восходящем тренде ключевая поддержка на отметке 433 60 все что выше данной ключевой поддержки любое снижение можно рассматривать к покупкам но с обязательным соблюдением рисков далее вчера также был сформирован новый часовой уровень по акциям детский мир часовик 14184 теперь ближайший для покупок среднесрочном и пока продолжаем техническую коррекцию то есть пусть она даже и не какая-то глубокая но тем не менее находясь боковике мы сейчас находимся в фазе коррекции пока мы не встретимся с нижней границы дневного восходящего канала я не вижу смысла набирать на весь объем длинные покупки по данному инструменту поскольку мы можем увидеть еще более низкие значения почему перед фаза коррекции потому что ранее мы отбились от верхней границы восходящего дневного канала и по технике должны встретиться с нижней границы данного восходящего канала на внутри дневном и дневном таймфрейме пока еще с нижней границы восходящего канала не встретились соответственно говорить о возобновлении каком-то резком движение в направлении роста по данному активу я пока не вижу то есть что здесь будет ближайшее время какой-то большой рост больше сейчас я настроен на коррекцию на которой можно будет рассчитывать на покупку более низких значений возможно мне дадут дневку на ней я буду докупать еще 20 процентов данной позиции далее вчера также произошли изменения по акциям интерау был сформирован новый часовой уровень 5 521 40 при этом нужно учитывать что на внутри дневном таймфрейме мы уже тестируем нижнюю границу восходящего внутри дневного канала поэтому уже ближайшее время я ожидаю отскок наверх и возобновление восходящего движения для того чтобы полноценно убедиться в том что мы начинаем рост нам нужно пробить ключевое сопротивление среднесрочное которое находится на отметке 6 2 0 95 в сужащемся треугольнике если мы увидим выход наверх через пробой сопротивления тут уже можно будет рассчитывать на дальнейший рост по данной бумаге как минимум с ближайшей целью это средняя линия канала 666 далее вчера был сформирован новый часовой уровень по долговым распискам лента часовик 251 90 теперь ближайший среднесрочно мы продолжаем находиться в фазе коррекции поскольку ранее отбились в январе 21 года от верхней границы восходящего дневного канала и сейчас она будет стремиться тестировать как минимум среднюю линию данного канала и потом будем смотреть то есть если у нас нижняя граница потянется куда-то к этим значением то соответственно уже вот средняя линия канала мы можем возобновить дальнейшее движение сейчас я ожидаю пока по данному активу коррекцию среднесрочно мы находимся в восходящем тренде ключевая поддержка находится на отметке 116 90 все что все что выше данной ключевой поддержки лично я буду выкупать но по более низким значением когда цена будет либо у средней линии канала либо ну уже будет нижнюю границу тестировать то есть там я буду присматривать смотреть на те уровни которые будут сформированы и по ним уже возможно буду набирать позицию случае если по потребительскому сектору у меня не будет достаточной доли в портфеле пока у меня есть магнит я купил x5 по этому ленту буду рассматривать в крайнем случае только далее вчера произошли изменения по акции мукоил у нас часовой уровень 5295 с половиной был преобразована в дневной уровень покупок поскольку цена закрепилась выше верхней границы нисходящего конверта соответственно сейчас на вот этом дневном уровне 5295 с половиной следует откорректировать заявки если они ранее у вас были выставлены то есть сейчас на дневном уровне можно рассматривать покупки до 20 процентов от планируемого объема нижние часовики которые ранее не были отработаны ниже вот этой дневки я удаляю из торгового плана в таблице торгового плана они отмечены черным цветом для тех кто ранее выставлял эти заявки обратите внимание то есть то что черным цветом выделено нужно будет из торгового плана и из терминалов эти заявки удалить далее вчера произошли изменения по акциями чего обыкновенная был сформирован новый часовой уровень семьдесят пятьдесят три на котором можно рассматривать покупки до пяти процентов среднесрочным и пока можем откорректироваться поскольку цена ранее отбилась от верхней границы нисходящего дневного канала в январе 21 года это было поэтому коррекция может продолжиться и пока цена корректируется выше поддержки 58 13 я считаю что смело можно набирать эту позицию но соблюден с обязательным соблюдением рисков часовики не более суммарно и 25 процентов по пять процентов на каждом часовике дневные уровни не более 20 процентов на один уровень далее также вчера произошли изменения по акциям рост сети московский регион мой иск нас был сформирован новый часовой уровень 13135 на текущий момент не исключая что уже мы в результате вот этого движения можем сформировать новый дневной уровень если цена закрепится выше верхней границы нисходящего вот этого конверта ждем смотрим торопиться с набором не рекомендую поскольку если сейчас будут сформированы новые дневные уровни на них уже можно будет выставлять заявку на приобретение 20 процентов дополнительно к уже имеющимся позициям коррекция может продолжиться после вот этого отскока поскольку мы пока еще не протестировали нижнюю границу после того как цена отбилась от верхней границы восходящего дневного канала среднесрочно торгуемся в восходящем тренде ключевая поддержка находится на отметке 0 8155 что соответствует минимуму марта 2020 года все что выше данной поддержки любое снижение я считаю что нужно выкупать по торговому плану с обязательным соблюдением рисков далее вчера также произошли изменения по акции мрс к центра был сформирован новый часовой уровень 0 35 94 и на данный момент мы видим что цена также может отскочить наверх если закрепимся выше верхней границы вот этого нисходящего конверта то соответственно у нас будет сформирована новый дневной уровень покупок о котором я буду говорить уже в следующих обзорах сейчас же пока на ближайших часовиках можно рассматривать покупки до пяти процентов на одном уровне далее вчера по акциям мтс был сформирован новый часовой уровень 322 90 бумага продолжает находиться в фазе коррекции поскольку ранее в августе двадцатого года мы отбились от верхней границы нисходящего дневного канала несмотря на попытки отскока наверх все равно давление на бумагу пока продолжится поскольку мы не протестировали нижнюю границу нисходящего дневного канала на внутридневном таймфрейме мы точно также пока еще находимся в фазе коррекция поскольку цена торгуется ниже средней линии восходящего внутридневного канала тем не менее как только завершится коррекция мы обязательно возобновим движение на мой взгляд поскольку мы торгуемся в среднесрочном восходящем тренде ключевая поддержка у нас сформирована на отметке 250 55 на внутридневном таймфрейме в марте мы протестировали нижнюю границу восходящего внутридневного канала соответственно по технике должны протестировать верхнюю границу данного канала когда это произойдет загадывать не будем но тем не менее это рано или поздно произойдет верхняя граница на текущий момент восходящего внутридневного канала находится в районе 399 далее сегодня также следует обратить внимание на акции распадская по распадской вчера был сформирован новый часовой уровень 174.40 на данный момент если будет снижение то это ближайший актуальный уровень для покупок на котором можно рассматривать приобретение 5 процентов дальше уже смотреть и ждать тест новых часовых уровней на данный момент на текущем в текущем диапазоне пока новых дневных уровней не сформировано ближайший дневной уровень находится у нижней границы восходящего дневного канала поэтому торопиться с набором позиций на весь объем от текущих значений и чуть ниже я не рекомендую здесь у нас часовики на которых как правило по системе нужно набирать не более 25 процентов суммарно по 5 процентов на каждый часовик бумага перекуплена отбилась от верхней границы восходящего дневного канала поэтому я ожидаю ближайшее время коррекцию по данному эмитенту далее вчера произошли изменения по акциям ростелеком привилегированная был сформирован новый часовой уровень покупок 89 45 на данный момент коррекция может продолжиться по данному эмитенту поскольку ранее отбившись от верхней границы восходящего дневного канала это было в августе двадцатого года мы до сих пор пока не протестировали нижнюю границу данного канала поэтому ждем на снижение плавненько не торопясь набираем позицию на долгосрок под часовым уровнем не более 25 процентов как только будут дневные уровни на них можно приобретать до 20 процентов на каждом уровне далее по акциям русал вчера произошли изменения был сформирован новый часовой уровень покупок русал это не акции это долговые расписки 35 825 это новый часовик на котором можно рассматривать покупки не более 5 процентов коррекция по данному эмитенту может продолжиться поскольку ранее мы отбились от верхней границы восходящего дневного канала соответственно пока мы не протестируем нижнюю границу как дневного так и внутридневного канала возобновление роста пока речи не идет то есть здесь больше нужно склоняться в сторону коррекции ждать теста не только часовых но и дневных уровней далее вчера произошли изменения по акциям soft comfort был сформирован новый часовой уровень 89 48 если этот уровень будет отработан то с этого момента вот эти два часа века остаются и как только один один из них будет отработан то там уже высокая вероятность того что по часовикам я прекращаю набор позиция буду ждать дневные уровни сейчас получается ближайший часовик который интересен для покупок это 89 48 далее сургут нефтегаз привилегированы по данному эмитенту вчера был сформирован новый часовой уровень покупок 39 740 мы видим что этот часовик может быть отработан в рамках технической коррекции внутри среднестрочного восходящего тренда ранее цена отбилась в январе 21 года от верхней границы восходящего дневного канала сейчас бумага корректируется на этой коррекции есть шанс собрать первые 25 процентов тем подписчикам которые только начинают набор ну и соответственно ближайший сейчас уровень для докупок это 39 74 теперь будет среднесрочном и восходящем тренде ключевая поддержка 32 11 все что выше данной ключевой поддержки все уровни которые сформированы по торговому плану и которые указаны в таблице торгового плана соблюдением рисков выставляем заявки к покупкам поскольку все они находятся выше ключевой поддержки любое снижение выше ключевой поддержки я считаю что это коррекция и в последующем мы увидим возобновление восходящего движения внутри восходящего тренда далее вчера произошли изменения по долговым распискам тинькофф групп был сформирован новый часовой уровень 3449 40 это ближайший часовой уровень для покупок бумага может откорректироваться поскольку ранее мы протестировали верхнюю границу восходящего дневного канала и до сих пор пока еще не встретились нижней границы данного канала с учетом этого коррекция может быть поэтому торопиться с набором позиции на весь объем я не рекомендую ключевая поддержка в рамках среднесрочного восходящего тренда находится на отметке 1653 все что выше данной ключевой поддержки любое снижение это коррекция которую нужно выкупать но с собой соблюдением обязательным рисков далее вчера также у нас произошли изменения по акциям фос агро давайте найдем эмитент фос агро вчера был сформирован новый часовой уровень покупок 30 3615 мы протестировали верхнюю границу внутри дневного восходящего канала повторно то есть сейчас у нас однозначно перекупленность по данному эмитенту и в любой момент мы можем увидеть техническую коррекцию в рамках среднесрочного восходящего тренда на данной коррекции пока представляется возможным собрать первые 25 процентов тем подписчикам которые только начинают набор позиции по данному эмитенту дальше нужно будет ждать я же сейчас буду докупаться только на дневных уровнях ближайший дневной уровень покупок сейчас находится на отметке 2516 ключевая поддержка на отметке 2013 все что выше данной ключевой поддержки любое снижение это коррекция которую можно выкупать но с обязательным соблюдением рисков согласно статуса уровней по на которых идет тест то есть на дневных уровнях не более 20 процентов можно рассматривать покупки по системе на часовых уровнях не более 25 процентов суммарно по 5 процентов на каждом часовом уровне далее вчера также произошли изменения по акциям и нал роз был сформирован новый часовой уровень 09050 на данном уровне я рекомендую рассмотреть покупки не более пяти процентов бумага перекуплена торгуется среднесрочно в нисходящем тренде ключевое сопротивление находится на отметке 09765 все что ниже данного ключевого сопротивления торгуется в нисходящем тренде соответственно давление на бумагу в любой момент может продолжиться и нужно быть готовыми к тому что нам могут дать еще дневные уровни ближайший дневной уровень покупок помимо часовиков выше находится на отметке 089 на нем можно рассматривать покупки до 20 процентов и наконец последняя акция по которой вчера произошли изменения это юни про был сформирован новый часовой уровень покупок 2 842 и на данный момент это ближайший часовик на котором можно рассматривать покупки не более пяти процентов среднесрочно мы можем продолжить коррекцию поскольку ранее в августе двадцатого года отбились от верхней границы нисходящего дневного канала соответственно сейчас как минимум часовики нам точно могут дать по дневкам посмотрим ждем то есть дневной уровень сейчас ближайшие 2684 возможно его тоже дадут зацепить если заинтересованы в наборе позиции по данному эмитенту то заявки я рекомендую раз выставлять заблаговременно путем выставления отложенных стоп заявок по типу take profit и они имеют статус условных нелимитных которые выставляются на премаркете а именно бессрочная до отмены они называются условно и каждый день их перри выставлять не нужно они будут висеть до активации пуги не про мы в восходящем тренде ключевая поддержка находится на отметке 2 206 все что выше данной ключевой поддержки любое снижение это коррекция которую можно выкупать на этом все всем успехов удачи в сегодняшней торговой сессии если вам понравилось данное видео не забываем ставить лайки подписываться на канал youtube на канал в telegram по возможности делаем репост видео для того чтобы к наш канал развивался ну и не прощаемся либо сегодня вечером либо завтра до обеда до начала торговой сессии будет следующий видео обзор всем пока успехов удачи в инвестициях в инвестициях